всем привет с вами том и сегодня для вас у меня просто замечательная новость фигурка кейтенс все-таки выйдет в российской версии журнала my little pony и будет это в 11 номере который будет выходить в начале октября ну или может быть в конце сентября но скорее уже в начале октября так что в октябре все ищите вот эту вот фигурочку которая мне уже успешно прилетела аж из польши напоминаю что в европе эта фигурка вышла еще в августе у нас вот она на пару месяцев задерживаются хотя обычно у нас даже чуть-чуть раньше фигурки выходили но все-таки она у нас будет ура ура об этом не написал администратор группы эггмонта вконтакте эггмонт это издательство которое издает этот журнал и они меня заверили что фигурка кейтенс будет они ее заказали и разрешили мне об этом вам рассказать что эта фигурка запланирована на 11 номер так что ждите совсем скоро вы тоже сможете себе такую прелесть приобрести да моя кейтенс ехала ко мне достаточно быстро но издалека и поскольку я все равно заказывала фигурку я заказала себе еще и и селестию которая к сожалению в россии так и не вышла и наверное уже не выйдет вот но я взяла себе и ту и эту принцессу обошлись мне они гораздо дороже чем они продаются здесь у нас вместе с журналом да так раз энное количество вот и плюс мне даже продается послал их в одной упаковке но за пересылку взял как за отдельные да такой вот прелесть лотов на ebay да ну в общем не важно обошлись они мне дорого но тем не менее они вот здесь у меня на столе и я вам сегодня про них расскажу но селестию наверное расскажу чисто с информационной точки зрения потому что их и на и бы это почти не осталось тут последние экземпляры так сказать а кейтенс все таки у нас будет так что ждите но может быть когда-нибудь и селестия будет но чаще сомнилась то что она уже вышла фактически год назад поэтому вряд ли вряд ли они ее привезут но а кейтенс все ждите я вам рассказала теперь оставить оставайтесь только те кто хочет послушать про сами фигурки кстати мы можем сравнить два пакета я немножко волнуюсь потому что я так рада что фигурка все-таки будет сначала у нас новость про кристальную империю в игре теперь вот про фигурки прям вообще супер все супер кейтенс больше кейтенс везде вы видите сравнение пакетиков 2015 и 2016 годов видите у нас 2016 они стали немножко другие во вторых они чуть-чуть крупнее во вторых они с другим с другую с другим оформлением передней части и самое главное там есть блестки так такая мелочь но тем не менее не стали более такими радостными и задняя сторона но тут мало чего изменилось давайте наверное начнем наше торжественное открытие селестии она все-таки вышла у нас раньше принцесса селестия вот она наша большая принцесса лошадь вау с такими же косыми глазками а вот та причина по которой не они особо горело желанием заказывать такую дорогую фигурку из-за рубежа потому что она немножко у нас такая странненькая да у нее очень короткая передняя грива и вот это вот косоглазие у нее на глаз когда естественно смотрела обзоры на фигурки поэтому вот ну раз уж получилось так получилось я просто думал что мне их за одну цену проекту мне их отправили за две цены но не важно а вот для сравнения с блайндбэгом очень похоже именно на блайндбэжный вариант да с косоглазием тоже боже все-таки какой не упор это извиняюсь взгляд и мордашка тоже да в общем селестия как в блайндбэгах так и здесь крайне странная немножко отличается по позе да тут у нас поднята копытца тут нет хвостик в принципе расположение похоже да видите локом немножко по-другому сделаны но тоже так вот огибает ножку и грива видите тоже так что-то что-то начиналось и потом как-то резко закончилось в общем да явно блайндбэг наверное был каким-то прототипом или вдохновителем этой фигурки но эти отличие довольно много и вот локоны на верхушке здесь видите в принципе здесь чем-то похож да но урок допустим сильно отличается здесь у нас более каноничный длиннющий рок селести он обычно у нее такой прям полметра рисуется здесь он достаточно был маленьким и корона здесь более канонично селестиевая такая высокая здесь такая более универсально потому что вот на этом молоте изначально выходили в пятой волне блайндбэгов а все три принцессы и селестия и луна и киданс поэтому он такой был более что сказать универсальный да а здесь уже именно отличительные особенности селестии выражены больше меточка у нас тогда еще была с одной стороны солнышко рельеф рельеф но все нормально вроде я не помню какого цвета у него был камень на груди что нам скажет рисунок фиолетовый но значит новая фигурка более правдоподобно и на короне тоже фиолетовый да да ну в общем с этой точки зрения фигурка более каноничная но конечно короткая грива просто все убивает их глаза если бы еще ладно глаза можно поставить на полку закрыть на это глаза на глаза но короткая грива конечно ну вообще и вообще селестии плохо подходит да и самое интересное что по сравнению с принцессой твайлет это принцесса просто какой-то маленькая принцесса потому что принцесса твайлет у нас двух принцесса твайл 4 раза больше чем у селестии серьезно смотрите хотя мэкмармун тоже была не особо крупней как себе не забыл ее достать в общем да твайлет у нас всем селестии и селестия на всем принцессам принцесса такая вот у нас селестия давайте да и кстати у них еще отличается желтый более желтенький более оранженький ну вот это уже все детали в принципе в общем очень похоже на blind book честно если вы не такой дотошный коллекционер что у вас обязательно должны быть все фигурки которые выходили в журналах то в принципе эту фигурку можно смело пропускать потому что она не особо отличается от blind bag крышки тоже разные но в целом в общем да не стоит всех тех заморочек чтобы так вот прям за ней гоняться я вообще заказывала эту посылку именно из-за фигурки cadens потому что если без селестия могла спокойно прожить то без cadens нет поэтому я так сказать последние денежки все потратила но такие заказала себе эту cadens я очень боялась что ее в итоге вообще не будет в россии но я такого пережить не могла и не могла оставить бедного шайнинга без пары поэтому заказала себе и и из польши вот и внезапно она будет еще и в россии поэтому но я не знаю может быть я себе и вторую возьму раз на то пошло раз она все равно в россии будет да кстати меточка с двух сторон мне больше интересно как она стоит потому что как-то у нее неуверенно копытцы здесь сделаны да не нормально стоит да хорошо стоит то что у нее немножко тут копытца подвернулась у нее такое впечатление поэтому у меня немножко было опасливо как она стоит тоже очень похожа на блэндбэжный вариант так как вы помните шайнинг тоже очень похож на себя из блэндбэга прям вообще одно лицо только чуть-чуть увеличенной и в мундире а кейтенс тоже недалеко ушла от блэндбэга у нее более каноничная цветовая гамма все-таки она не такая ядренно розовая как в блэндбэг и более вон она на заднем плане больше похожа на себя такая светло-розовенький формат мордашка в принципе ее же корона рог небольшой крылышки вот у нее вообще здесь не покрашены здесь чисто фиолетовые я даже не знаю какой вариант лучше наверное здесь проще потом чем-нибудь фиолетовым подкрасить если очень захочется потому что чисто фиолетовый все-таки тоже не совсем верный формат был мордашка достаточно у нее здесь аккуратненько и симпатичненько может быть у моей чуть-чуть ее глазики не на совсем одном уровне но в целом классная рог кстати у нее тоже видите немножко покрашен ну тут вы понимаете что прислали то прислали поэтому я уже рада что хотя бы эту прислали укладка локонов тоже как видите очень похожа и покраска более каноничная чем у блэндбэжной версии гораздо более каноничная во всех смыслах вообще просто кейтенс вот реально няша за нее мне было не жалко отдать те деньги которые я отдала но я говорю что вы тоже все такой фигуркой сможете разжиться у кого они в журнал эти привозятся она классная просто просто вообще я очень рада что она мне уже пролетела может быть я потом себе еще и вторую посмотрю не знаю но это вроде меня практически всем устраивает тут есть конечно мелкие недочеты но скорее всего они будут почти во всех поняшках мне главное было чтобы она стояла потому что мне говорю мне кажется в пересылке немножко капаться вот это чуть подсогнулось но можно в принципе выправить в принципе в принципе в принципе вот для сравнения с шайнингом ми 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 да они очень хорошо смотрятся вместе в принципе как и блэндбэгги да надо же видеть чуть чуть ниже его то есть вот эта пара смотрится реально здорово просто ааа такая прелесть вот мне очень нравится фигурка и я очень тоже рада что она все таки да едет массово в россию а супер 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 ну и ну я даже не знаю стоит ли ее сравнивать с нашим упитанным тваликорном потому что ну видите она твали тут конечно всех за фазуху ставит что она просто огромный новые принцессы то что твальд выходила достаточно давно еще год назад практически да в прошлом году то вот эти принцессы уже более новой и их как видите сделали более такими какими там продуманными чем был первый могучий тваликор ну кстати да корона все покрашено в общем очень зачетная фигурка вообще вообще шик как вот маленькие мне очень нравились так и большие тоже очень здорово смотрятся и тоже не взяла флёри которая для каниколоновых мне кажется и малышка флёри и в принципе вот этой паре нормально подойдет по размеру тем конечно великовато та флёри которая у меня есть но вот этой паре мне кажется будет тоже то что шайнинга каниколонового мне к сожалению нету так что будем флёри ставить наверное с этими родителями такие вот новости касаемо журнальных фигурок отдельный ролик по русской в кавычках cadence я снимать уже не буду она будет точно такой же как это поэтому я вам настоятельно рекомендую не забыть самим проверять газетные киоски в начале октября потому что журналы подвозят сейчас в начале месяца иногда в конце предыдущего вот и не пропустите этот журнал и эту фигурку потому что я об этом больше на канале наверное говорить не буду надеюсь этот ролик был вам интересен и полезен подписывайтесь комментируйте ставьте лайки с вами была тома пока субтитры делал DimaTorzok